Что это саенция и как и почему она работает? В основном, это все состоит из протонов и нейтронов, которые относятся к барионам. Поэтому ученые говорят о проблеме пропавших барионов. По расчетам, Вселенная на 5% состоит из барионной материи. Но почему-то найти у нас получилось лишь 2,5. Возможно, у вас появилось несколько вопросов. Во-первых, почему мы вдруг решили, что во Вселенной именно 5% барионной материи? Все потому, что именно такое ее количество объясняет концентрацию различных элементов в нашей Вселенной. А именно, соотношение дейтерия, водорода и гелия. В начале, в смысле почти сразу после Большого Взрыва, повсюду с бешеной скоростью носились нейтроны и протоны. Было невероятно жарко из-за мощнейшего излучения. В тот момент, по сути, только оно и существовало. По мере расширения Вселенная остывала, а протоны с нейтронами стали образовывать ядра атомов. Одним из самых устойчивых является ядро атома гелия-4. Два нейтрона и два протона. Но есть нюанс, чтобы получить гелий-4, надо сперва образовать диетерий. Один нейтрон и один протон. Эти ядра уже не такие прочные. Поэтому их почти сразу разрушало окружающее излучение. Но примерно через 10 секунд после Большого Взрыва температура Вселенной упала настолько, что ядра диетерия уже не распадались, а могли спокойно соединяться друг с другом и образовывать гелий. Интенсивность этого процесса зависела от плотности ранней Вселенной. Чем она выше, тем активнее синтезировался гелий. Когда Вселенной было 20 минут от роду, температура стала еще ниже, и процесс остановился. Соотношение элементов с этого момента больше не менялось. Смотрите, это все равно, что фотография первых минут жизни Вселенной. 75% водорода, 25% гелия. Почти ту же самую картину мы видим и сегодня. Среди всего водорода 26 ядер из миллиона — это диетерий. Отличительная черта диетерия — его стабильность. Он не распадается, и по сей день способы синтезировать его в больших количествах нам неизвестно, если не считать большой взрыв. А значит, каждый атом диетерии во Вселенной, в том числе один из 6 тысяч атомов водорода в воде из-под крана, появился не в недрах звезд, а в первые 20 минут жизни Вселенной. Самый ранний свет, который мы видим, всматриваясь в глубины космоса, это так называемое реликтовое излучение. Электромагнитное эхо большого взрыва, непрерывно раздающийся в пространстве с того момента, когда нашей Вселенной было примерно 400 тысяч лет. Сегодня мы можем посчитать эти фотоны и установить мощность излучения сразу после взрыва. Зная, что на каждый миллион ядер водорода приходится 26 ядер диетерия, мы можем рассчитать соотношение барионной материи и фотонов. Именно так мы и пришли к тому, что Вселенная на 5% состоит из барионной материи. В конце 90-х ученые поставили себе задачу отыскать эту материю. Устроили своеобразную перепись населения. Сложили вместе все планеты, звезды, черные дыры, галактики, пылевые облака, газ, все, что можно непосредственно увидеть или косвенно зарегистрировать с помощью телескопа. Оказалось, что все объекты, которые состоят из того, что мы привыкли называть веществом, складываются всего лишь в 20% от общего количества барионов. Так где же все остальное? Во-первых, некоторая материя не испускает собственный свет и не освещена близлежащими звездами. Я сейчас не о темной материи, я об обычной, которая скрыта во тьме. Чтобы ее найти, можно, например, воспользоваться фоновой подсветкой, ярким источником, который находится очень далеко, а значит, и очень давно во Вселенной. Квазары — идеальный пример. Они ярче тысячи галактик вместе взятых. Источником света служит невероятно горячая материя аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры в центре древней галактики. Если источник света находится очень далеко от наблюдателя, нужно помнить о красном смещении. Когда электрон в атоме водорода перескакивает со второго энергетического уровня, на первый совершает Лайман-альфа-переход. Он испускает фотон ультрафиолетового спектра длиной 121,6 нм. Из-за расширения Вселенной на Земле это событие зарегистрируют как пик в районе 560 нм. А это уже видимый желтый свет. Что любопытно, левее этого пика на спектре видно несколько впадин. Это абсорбционные линии, возникающие из-за облаков нейтрального водорода между нами и наблюдаемым квазаром. Его свет проходит через облака водорода и атомы газа, поглощают фотоны, энергии которых хватает, чтобы поднять электроны с первого уровня на второй. Это тот же Лайман-альфа-переход. Скопление водорода находится к нам поближе, следовательно, красное смещение меньше. Поэтому впадины, которые они оставляют на спектре, расположены тем левее, чем ближе газ, расположенный к Земле. Такая спектральная картина называется Лес Лайман-альфа. Это своеобразная одномерная карта, которая показывает, где и сколько нейтрального водорода располагается между Землей и определенным квазаром. Добавляем этот газ к нашей переписи барионов и получается примерно 50%. И где же тогда вторая половина материи? Компьютерное моделирование Вселенной указывает на то, что она есть, спрятана где-то в межгалактическом пространстве и образует волокнистую структуру. Правда, очень разряженную, на кубический метр приходится от одной до десяти частиц. Которые, к тому же, ионизированы, а значит, не поглощают свет, в отличие от нейтрального водорода. Их температура варьируется от 100 000 до 10 000 000 кельвинов. Эти температуры астрономы называют тепло-горячими. Так вот, вместе все эти частицы обозначают термином тепло-горячая межгалактическая среда, оно же УИМ. Но обнаружить эту среду не так-то просто. Ионизированные частицы и высокие температуры порождают высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение или слабое рентгеновское. Ученые перепробовали довольно сложные способы, чтобы найти эти барионы. Но недавно с этой задачей нам помогло справиться естественное физическое явление. Сейчас все объясню. Для начала поговорим о молниях. В конце все сойдется, честно. Вы знали, что можно зафиксировать молнию на другой стороне Земли? Молния вспыхивает электромагнитным излучением во всех частях спектра. Мы видим только белые зигзаги. А не видим, например, радиоволны, которые при наличии необходимой техники можно без проблем зафиксировать. Самые низкочастотные радиоволны способны выходить из атмосферы, а затем двигаться вдоль линий магнитного поля Земли, уходя на огромные расстояния от планеты, и возвращаться в другом полушарии, где их также можно засечь. Только это будут не четкие радиосплески. Эти сигналы называют свистящими атмосфериками. И если их прослушать, то становится понятно, почему. Вот, например. Заметили такой нисходящий свист? Похоже на бластеры из старых фильмов. Это звук молнии на другой стороне Земли. Что же тут происходит? Проходя через атмосферу и вдоль линий магнитного поля, волны сталкиваются со свободными электронами и замедляются тем больше, чем ниже частота волны. Так происходит дисперсия. Такая же, как со светом, который расслаивается, проходя сквозь призму. А плазма в магнитосфере расслаивает радиоволны по разным частотам. Низкие частоты замедляются сильнее высоких. В итоге всплеск превращается в свист. По степени дисперсии можно судить о том, сколько было свободных электронов на пути волны. Так вот, нечто подобное можно провернуть, чтобы обнаружить недостающие барионы. Для этого нам понадобится всего лишь сильная вспышка радиоизлучения где-то далеко во Вселенной. И вот удача! В 2007 году астрономы впервые зафиксировали быстрые радиовсплески. Название говорит само за себя. Это очень недолгие, но интенсивные выбросы радиоволн. Их источники где-то далеко во Вселенной, в других галактиках. Излучение бывает невероятно мощным. В миллиарды и триллионы раз мощнее излучение Солнца. Но по времени это порядка миллисекунды. Мы толком не знаем откуда они берутся. Но некоторые приписывают их магнитарам, нейтронным звездам, столкновениям очень массивных объектов, вроде черных дыр или нейтронных звезд. Но для нас пока важно только то, что быстрые всплески существуют. Мы можем измерить их дисперсию и выяснить, сколько ионизированных барионов между нами и их источником. Это и сделали авторы недавней работы, опубликованной в Nature. Они определили дисперсию волн для нескольких быстрых радиовсплесков. Учли красное смещение в их галактике. Но и выяснили, само собой, что чем дальше источник, тем заметнее дисперсия, когда они достигают Земли. А потом, на основе своих измерений, они смогли оценить количество барионной материи во Вселенной. Включая тепло-горячую среду, получилось как раз ровно 5%. Потерянные барионы нашлись. Оказалось, что половина материи спрятана в тепло-горячей межгалактической среде. Таким образом, подтверждается то, что мы и предполагали. Знаете, что меня поразило, пока я работал над видео? Как мало обычного вещества от большого взрыва ушло на звезды и все прочее, что кажется главным составляющим Вселенной. Все это вместе лишь 10-20% барионов. Оказывается, создание таких интересных объектов – процесс очень уж неэффективный. Но подсчеты из этой статьи – еще одно занимательное открытие. Симуляции и расчеты, которые проводили десятилетия назад, оказались во многом верны. Стоит поздравить с успехом всех причастных. Но тут становится очевидна разница между учеными и остальными людьми. Мне кажется, людям нравится, когда они правы, когда все так, как они ожидали. Ученые же, с другой стороны, только и ждут, когда обманутся в своих предположениях. Для них это подсказки – знаки того, что еще есть пространство для научного поиска. Но пока придется довольствоваться тем, что мы оказались правы. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова